Почему убрали митрополита Илариона, Алфеева, по-моему, Дашевича, известным также в православном мире как музыкант? Проще аналогией объяснить. Вот был генерал, который отвечал ФСБ за украинское направление, вы помните, буквально месяца назад, 100 дней, кстати, уже даже больше, в интернете об этом говорилось. Который потратил миллиарды, который был целый штат, он занимался, так сказать, Украиной, этим направлением, настроением людей, как они будут принимать, значит, наши вооруженные силы, наших военнослужащих и прочее. Этот проект полностью провалился, его взяли под стражу в Лефортово, дальнейшая судьба его неизвестна. Ну, он успел себе построить там и спрятать, что должно. И, значит, вот так, примерно так. Это тоже правая рука и проект Украина. И он первый поцеловал, значит, на камеру, ну, после их духовного гуру, после Никодима Ротова, руку Папе Римскому. Тем самым он показал, что в его лице так должно поступать всем. Он первый договорился о том, что мы не считаем католиков еретиками, католики, соответственно, не считают еретиками нас. И аналогичные экуменические проекты были им возглавлены, и также все ассоциируется с этим музыкантом. Говорят, талантливые. Поэтому, так как наша церковь, Русская Православная Церковь Московская Патриархата, потеряла огромное количество приходов и доходов, то, ну, не только это, и имиджевые составляющие, и внутри страны, и за ее пределами, мы не будем вдаваться, мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь, то всегда проще найти первого зама. И свою роль он выполнил. Поэтому все очень просто. Ларчик открывается просто. Хотя ничего это не меняет. Это не меняет голову. Или, как говорят, головку. Головка та же. И гуру тот же. Все то же. Но для своего успокоения, как бы, для общественного мнения, для чувства хоть какого-то самооправдания, или оправдания в глазах окружающих, этот шаг был сделан. И все, все на своих местах. Все будет идти дальше, и глубже, и больше, и грустнее. Но этот путь нужно нам пройти. Тема эта уже несколько другая. А ответ на поставленный вопрос я дал. Будем жить. Господь управит. Ваш Евгений Лопатин.